В России активно развивается автомобильная отрасль машиностроения. Многие наши граждане, склонные к вечному нытью и критике всего и вся, забывают, что автопром это не только легковушки, хотя и этот ведь транспорт у нас тоже не стоит на месте, но и спецтехника, грузовой транспорт, автобусы и тому подобное. Поэтому думают, что в России нет своего автопрома, но это не так. Вот вы хотя бы вокруг себя на улице посмотрите. Кругом ездят наши отечественные грузовики, мы все передвигаемся по городу на наших российских автобусах, трамваях и троллейбусах. Если взять производство грузовых автомобилей за первые 11 месяцев прошлого года, за декабрь статистики пока нет, то оно составило 151 тысячу единиц, что на 20% больше, чем за аналогичный период предшествующего года. А если брать всего лишь один месяц ноябрь, то там мы увидим, что с российских конвейеров сошло 16800 грузовиков. Это на 49% больше, чем годом ранее. Вы только представьте себе эту цифру. Автобусов за ноябрь 2023 года массой не более 5 тонн было произведено 3000 штук, что в два раза больше, чем в ноябре 2022 года. За 11 месяцев 2023 года их выпущено 20900 штук, что на 82% больше, чем за январь-ноябрь 2022 года. Автобусов технически допустимой максимальной массой более 5 тонн выпущено 1400 штук. За январь-ноябрь 2023 года собрано 12500 массой более 5 тонн. И это несмотря на то, что против нашей страны ввели 15 тысяч санкций из ЗАДА. Наше правительство помогает развитию отрасли и благодаря запущенным государственным программам на механизмы льготного лизинга и автокредитования в 2023 году было выделено 16 миллиардов рублей. Это помогло обеспечить продажи 62 тысяч автомобилей. А с 2022 года работает программа ФРП, благодаря которой реализован 31 проект на 53 миллиарда рублей. В конце 2023 года фонд развития промышленности получил дополнительные 55 миллиардов рублей, в том числе для локализации нужных комплектующих в России. В прошлом году в регионы было поставлено более 3000 школьных автобусов, 1200 автомобилей скорой помощи и 200 передвижных медкомплексов. И это в то время, как идет наше противостояние со всем блоком НАТО. На этом месте любознательный зритель задастся вопросом, ну а ты реально что-то покажи, что ты нам тут все про цифры какие-то рассказываешь. Хорошо, начнем с перерождения советского Урала, который находится в городе Миас Челябинской области. Больше всего автомобилей уральский автомобильный завод производил в 70-80 годы прошлого века. Потом, во времена нашей дружбы с Западом, этот завод чуть было не закрылся совсем. Производство упало в 13 раз с 30 тысяч машин в 91 году до 2400 в 98. В те времена предприятие смогло выжить только благодаря тому, что взялось за производство непрофильной продукции. Последние же годы буквально оживили производственные мощности завода, который когда-то стоял наравне с кразом, ушедшим в небытие. И на данный момент предприятие собирается открывать новое производство, чтобы увеличить свои производственные мощности. Сегодня предприятие делает транспортные полноприводники, вахтовые автобусы, грузовики дорожного семейства, грузопассажирские автомобили, платформы для установки буровых вышек и внедорожные модели. На новом сборочном производстве будут выпускать по 5500 автомобилей в год. Кроме того, будущее производство даст еще 1200 высокопроизводительных и хорошо оплачиваемых рабочих мест для жителей Челябинской области. Также на предприятиях будут выпускать машины для Крайнего Севера. Уже есть заказчики на арктический автобус. Выглядит он шикарно. Также специалисты разработали проект арктического автопоезда для езды в минус 50 градусов по Цельсию. Ну, продолжим разрыв шаблонов всепропальщиков и наших соседей, которые думают, что у нас тут унитазов нет и мы в дырку ходим. Дальше покажем то, как много у нас в стране разных производителей автобусов и какое количество поступило всего лишь за один месяц январь этого года. Итак, КамАЗ поставил новые экологически чистые автобусы НЕФАС в Копейск, Челябинской области. Автобусы вышли на городские маршруты. Всего поставлено 10 газомоторных автобусов НЕФАС 52994057. Рестайлинговый автобус НЕФАС входит в число наиболее востребованных моделей в регионах России. Автобус разработан для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью соответствует программе «Доступная среда» и способствует удобному перемещению всех категорий пассажиров. Общая пассажировместимость – 95 человек. Есть 30 мест для сидения. Среди дополнительных опций – кондиционер с режимом обогрева, тахограф, автоинформатор, бегущая строка в салоне, USB-розетки, Wi-Fi, система подсчета пассажиропотока и бесконтактная оплата проезда. Компания ГТЛК передала в лизинг 7 автобусов ЛИАЗ 529267 для Оренбурга и 5 автобусов Волга БАЗ 4298G4 для Астрахани. 25 низкопольных автобусов марки ЛИАЗ большого класса получила Рязань. Они работают на газомоторном топливе. Машины оснащены автоматической коробкой передач, оборудованием для перевозки маломобильных пассажиров. Группа компании Волга БАЗ поставила 25 новых автобусов, произведенных для Волгограда. Согласно техническому заданию, все автобусы низкопольные, с автоматической коробкой переключения передач, вместительностью не менее 85 пассажиров. Каждая машина оборудована устройством, позволяющим производить посадку-высадку пассажиров на инвалидных колясках, системой принудительного наклона кузова, системами кондиционирования, отопления и безналичной оплаты проезда, а также комплексном видеонаблюдении. КАМАЗ поставил 10 электробусов КАМАЗ 6282 Волгодонск. Стоит отметить, что сейчас компания поставляет новую санкционно устойчивую комплектацию электробуса, что исключает потенциальные проблемы с техническим обслуживанием, отсутствием запчастей и расходных материалов. В числе отличительных особенностей улучшенной версии электробуса КАМАЗ увеличена емкость батареи, которая обеспечивает запас хода до 90 км, и стопроцентная электрическая климатическая система. Также в рамках президентской программы повышения качества пассажирских перевозок вручили старому осколу ключи от 12 новых комфортабельных автобусов КАМАЗ большой вместимости. Автобусы будут удобны и для пожилых людей, и для людей с особенностями здоровья, и для мам с детьми в колясках. Новый транспорт низкопольный и оборудован раскладным пандусом, также там есть системы кондиционирования, информирования пассажиров и видеонаблюдения внутри салона. 40 современных автобусов марки ПАЗ поступили в МП троллейбусный транспорт Ешкаралы. В ближайшее время они начнут работу на муниципальных и межмуниципальных маршрутах. Вместимость низкопольных автобусов до 55 человек. Они оснащены системами видеонаблюдения, кондиционирования, подсчета пассажиропотока и безналичной оплаты проезда. В транспорте оборудовано место для маломобильных пассажиров. Дизайн всех машин выполнен в единой цветовой гамме. В общем, работа кипит, отрасль развивается, создаются новые модели автотранспорта, растет производство и количество рабочих мест. Надеемся, что скоро мы начнем занимать еще и зарубежные рынки, вытесняя оттуда западные компании.